28 августа в 1963 году был открыт самый длинный наплавной мост в мире, который связал Сиэтл и Беливью. Мост носит имя губернатора Альберта Расселини, который выступил за его строительство. В то время появление конструкции стало инновационным решением, ведь для переправы через озеро Вашингтон требовались необычные опоры. Так, для строительства использовались бетонные понтоны огромных размеров. В середине моста существует разводной пролет для пропуска больших судов и снижения давления воды во время шторма. Мост закрывают в ветреную погоду, потому что он может разрушиться в результате сейсмической активности. В этот день в 1994 году в России в связи с падением курса рубля изъяли из оборота копейки. Их вновь вернули в 1998 году. Тогда начался новый выпуск монет, на которых был изображен всадник с копьем, точно такой же, как на первых копейках 1535 года. Производство одной и пятикопеечных монет обходились дороже их номинальной стоимости, из-за чего представители Банка России предложили полностью перестать чеканить монеты этого номинала. Сейчас в обращении находится 6,5 миллиардов копеек и 5 миллиардов пятачков. 28 августа 1948 года родилась народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. Чтобы помогать матери, будущая звезда театра и кино училась в вечерней школе, а днем работала в черчежном бюро. После школы Гундарева хотела стать инженером, но в последний момент передумала и отправилась на вступительные в институт имени Щукина. Девушка легко понравилась жюри, благодаря многочисленным веснушкам и природному таланту. Первой работой актрисы стала лента под названием «Хмырь», а настоящий успех ждал Гундареву после выхода картины «Здравствуй и прощай», в котором она перевоплотилась в буфетчицу. Наталья сидела на диетах, при этом каждый день ела слоеные булочки с вишневой начинкой. Гундарева верила в приметы, поэтому ее всегда стороной обходили уборщицы, работающие в театре. Наталья считала, что спектакль провалится, если перед выходом на сцену она встретит женщину с пустым ведром. Женихаться захотелось? Так я уже занята и понял? И потом сначала попройся, а потом рожу суй. В этот день, в 1965 году, родился Сатоси Тадзири, японский автор видеоигр, манги и аниме «Покемон». В детстве он увлекался ловлей насекомых. Дети в то время коллекционировали жуков и обменивались своими находками с друзьями. У Тадзири же была самая большая коллекция насекомых. Друзья даже прозвали его «Доктор Жук». А после переезда в Токио он открыл для себя новое увлечение – видеоигры. С трудом он получил среднее образование, а вот в колледж даже не поступал. И в 1982 году создал первый журнал о видеоиграх в Японии – «Геймфрик», где публиковал обзоры новых игр и секреты старых. А уже через пять лет вышла его первая игра – «Куинти». А чуть позже – «Покет Монстерс», также известный как «Покемон». Любимый покемон Тадзири – Поливиро.